здравствуйте уважаемые родители меня зовут николай ягодкин и в этом видео мы с вами обсудим почему заставлять ребенка учиться и даже делать домашние задания это неправильно и на самом деле бесполезно если вы хотите узнать не только о том почему нельзя заставлять ребенка учиться но и о том как мотивировать его учиться как дать ему такую возможность переходите по ссылке в этом видео регистрируйтесь на вебинар там мы подробно это рассмотрим и вместе с ребенком даже попрактикуемся в правильных эффективных технологиях обучения а сейчас вернемся к нашему основному вопросу почему бесполезно заставлять ребенка учиться и почему этого делать нельзя вы скажете что нельзя конечно да это всякая гуманистическая психология он тоже личность хоть он и ребенок но почему это бесполезно это же полезно заставил сделано домашнее задание не заставил оно сделано и не будет польза налицо с одной стороны да это тактическая польза тактическая цель ребенок может таким образом получать и четверки и пятерки его можно заставлять он даже закончит школу и может быть он даже поступит в вуз но стратегически вы забираете у своего ребенка будущее давайте с вами разберем все возможные варианты которые получатся в результате заставления ребенка вариант 1 у вас получилось вопрос на какой срок ребенок делает домашнее задание в начальной школе им не сложно управлять там большинство детей даже без заставления делает в средней школе уже сложнее потом идет переходный возраст и окончательно рвутся детско-родительские отношения и кстати говоря самый большой урон детско-родительским отношениям и разрыву доверия способствует именно учеба нет ни одной другой настолько сильно влияющей причины потому что учеба на первый план выходит как раз в средней и старшей школе когда у ребенка начинается переходный возраст отрицание он скатывается по большинству школьных предметов потому что он не может учиться потому что ему не интересно все предметов стало больше потому что ну сколько можно он уже 7 классов учится его заставляют а теперь у него появилась сила возраст он уже может отказываться от учебы и как раз родители начинают давить и окончательно разрывают и без того хрупкие в подростком возрасте детско-родительские отношения ребенка без того отрицает все что ему говорили до этого а тут еще и противодействие по третьему закону ньютона чем сильнее действие тем сильнее противодействие это верно в образовании чем сильнее вы в ребенка впихиваете знания тем сильнее он будет им сопротивляться когда уже не сможете их впихивать и у кого-то впихивать перестает получаться уже в средней школе кто-то говорит что в пятом шестом классе я не могу отодрать его от гаджета вы родитель вы сильнее и мощнее его физически вы можете забрать гаджет некоторые из вас даже сами купили гаджет ребенку и сами его разрешают некоторые из вас даже кормят ребенка и он сам не зарабатывает поэтому вы пока что имеете над ним даже физически власть поэтому вы контролируете гаджеты вы контролируете поход в школу плюс с вами в организованной группе находятся педагоги находятся бабушки-дедушки и другие социальные элементы которые объясняют ребенку что учиться надо и хоть до переходного возраста действительно он этому под сомнение ставить сильно не будет во всяком случае действиям показывать не будет предположим вы очень сильно и хорошо его давите даже нанимаете специально обученных людей гувернантов репетиторов ребенка удается заставлять и средней старшей школе во первых что мы получаем если ребенок заявляет свою позицию вы ее передавливаете то вы систематически на протяжении всего детства отучаете ребенка быть активным отставить свою позицию и контролирует свои границы большинство из этих детей никогда больше это пробовать не будет многие из них найдут себе жен и мужей которыми будут полностью управлять это факт любой психолог вам расскажет что это идет как раз и детство и в большинстве случаев это даже не модель родительских отношений между собой многие из неполных семей а это как раз модель отношения в учебе в первую очередь ребенок реализуется в учебе как говорила моя учительница в школе нет у вас другой работы кроме как учиться и не будет в ближайшие 10 лет а может вообще другой работы не быть если вы будете плохо учиться поэтому ребенок реально реализуется социализируется учится достигать познает себя и на самом деле свою самооценку в первую очередь через учебу через успехи и не успехи в ней именно поэтому после 25 лет только два процента населения россии продолжает учиться систематически добровольно и без принуждения только два процента то есть из всей параллели один человек задумайтесь над этой статистикой заставляют учиться большинство учителей и большинство родителей а не дай бог родители еще любят ребенка и понимают что его будущее во многом зависит от того сможет он заработать себе на хлеб или не заработать а это в свою очередь от того какую вуз он закончит кем он будет работать как будут работать его мозги и поэтому с огромной силой заставляют его учиться но ведь вероятность успеха один к пятидесяти поскольку я математик я не могу не привести яркую метафору что такое два процента который продолжит учиться и по сути будет иметь хорошую зарплату успешную карьеру возьмите пистолет зарядите не один патрон как в русской рулетке опять из шести и сделайте два выстрела подряд вероятность не получить пулю меньше чем вероятность того что ребенок не будет учиться и тут у меня спросите какая разница будет учиться после 25 или не будет мне нужно чтобы он учился сейчас сейчас меня вызывают на родительское собрание сейчас у него двойка поступать в вуз уже через восемь лет а он уже ненавидит учебу мне надо сейчас меня интересует после 25 лет многие родители действительно свято верят то что они не будут кормить ребенка после 25 лет но это наивно потому что квартиру ему кто как не выкупит если он не сможет закончить вуз и не сможет устроиться на хорошую высокооплачиваемую работу и получать как минимум в два три раза выше средней зарплаты потому что средняя зарплата начинающего специалиста не позволяет взять ипотеку ни в какой части россии даже если чек вообще не будет есть давайте разбираться школьные знания нужны ребенку или нет однозначно нужны для поступления с ним разберемся в остальном нет если вы заставить ребенка и впихнете действительно все знания и каким-то образом сделаете так что они там осядут и останутся и он получит все пятерки что мы все пятерки кому эти пятерки нужны победит во всех всероссийских всемирных олимпиадах но потом не будет учиться дальше почему расскажу позже полезно это или нет кем он будет работать да никем даже репетитором чтобы быть все-таки нужно какие-то знания дальше никаких вариантов применения школьных знаний для зарабатывания нормальных денег кроме репетиторства я не вижу поэтому школьные знания кроме как для поступления ребенку будет бесполезны для зарабатывания денег вуз вузовские знания прям нужны потому что действительно там дается профессия а со школьными знаниями мы уже разобрали что далеко не уедешь и даже не уйдешь вуз во-первых поступят не все и родители прям переживают чтоб их ребенок прям таки поступил во вторых вспомним российское высшее образование по статистике до конца доходит меньше половины поступивших а из тех кто закончит по своей специальности работать будет треть то есть вероятность одна шестая вспоминаем барабан на шесть патронов выстрелите еще раз тут родители скажут у нас получалось заставлять его в школе мы заставили его поступить не у всех родителей получилось но заставить в принципе можно даже поломав психику в подростковом возрасте и сделал ребенка безвольным но зато поступившим большинство из этих детей очень быстро будет отчислено с вуза еще на первом втором курсе потому что самостоятельность уровень 0 если в школе можно было с репетиторами и с домашним заданием с мамой и объем контроля была неделя то здесь объем контроль сразу семестр это три-четыре месяца никто за ребенком не бегает и никто ничего не объясняет если вы не дай бог когда-нибудь назовете вузовского преподавателя учителем это будет оскорбление но если он конечно не из китая или из кореи где с у учитель они думают что пишется с большой буквы это гордо звучит учитель в россии это унизительно звучит в вузе преподаватель он никого ничему учить не подписывался он преподаватель он передатчик знаний студенты захотят возьмут не захотят не возьмут никто за ними бегать не будет никто с ними сидеть не будет и никто им объяснять не будет другая концепция образования поэтому будьте готовы что если ребенок и в школе не хотел учиться то будет скорее всего он учиться не то что не хочет а он и не мог в школе он и не сможет а проконтролировать вам будет на порядок сложнее репетиторов по всем вузовским предметом вы просто не найдете это колоссальные деньги у ребенка не будет столько времени и вряд ли даже если ребенок живет с вами вы сможете настолько сильно его загрузить и контролировать я знаю истории когда родители переводят деньги ребенку на общежитие на квартиру на обучение а потом через два года оказывается что он давно уже работает в другом городе и это случайно выясняется действительно реальная история случайно выясняется потому что звонит он с другого номера вологодской области и выясняется что он уже отчислен из вуза два года назад давайте зайдем совсем далеко в наших рассуждениях будет какой-то процент родителей которые действительно хорошенько возьмутся за ребенка я не буду повторять слово поломают ему психику но заставят его учиться и в переходном возрасте и поступить в вуз и он даже закончит вуз вероятность того что он будет дальше учиться абсолютно нулевая почему третий закон ньютона работает без отключений чем сильнее впихиваем тем сильнее обратное действие если его 15 заставляли учиться самостоятельно он не будет учиться как 98 процентов населения россии а это означает что какое бы хорошее образование он не получил в вузе хотя лично я не верю что можно заставить получить хорошее образование заставить что-то взять лошадь можно подвести к водопою но невозможно заставить ее пить и даже если такой ребенок закончит вуз получит качественное образование во что я не верю и даже поступит на хорошую должность и будет работать зарабатывать хорошие деньги что уже в принципе по законам статистики практически невозможно он не будет учиться дальше то есть его знания через 35 лет будут полностью обесценены они полностью устареют 10 лет назад я получил образование программиста сейчас мои знания не стоят ничего они не то что устарели они устарели трижды за 10 всего лишь лет и так в любой абсолютно профессии врач с образованием 20-летней давности который далее не переобучался он не лечит современными методами просто представьте какой скачок колоссальный совершили технологии психология медицина экономика маркетинг за последние 20 лет про юриспруденцию бухгалтерский учет который меняется каждый месяц я вообще не говорю как вы думаете будет ли вас требован человек получивший в 90-х годах такое образование и никогда более не переобучавшийся я думаю что вряд ли а с учетом того что среднее время работы у ребенка явно будет более 40 лет продолжительность жизни все более возрастает а денег в миссионном фонде не увеличивается я верю что работать будут и 50 и может быть больше лет поэтому не переобучаться невозможно давайте подведем итог заставляя ребенка учиться сейчас вы может быть с какой-то небольшой вероятностью обеспечить его поступление с 50 процентной вероятностью возможно обеспечить завершение вуза с 30 процентной вероятностью возможно обеспечите то что он будет работать по специальности то есть вы не зря заставляли 5 лет и до этого 11 он хотя бы будь что-то применять из того что чему научился но практически сто процентов то что не будет учиться дальше и все эти знания быстро устареют самое важное что нужно вашему ребенку это любовь к обучению чтобы он мог выбрать любимую профессию обучиться на нее и переобучаться дальше будь то в одной профессии будь то сменив направление деятельности второе это умение учиться если он не умеет учиться ему не будет нравиться у большинства детей в школе проблемы не с предагогами которые не интересно рассказывать не с учителями конфликты не с одноклассниками а с тем что у них не получается они хотят себя чувствовать неудачниками но им приходится поэтому они обесценивают учебу это самый распространенный способ психологической защиты как у детей так и у взрослых и третье это самостоятельность если ребенок не самостоятельный то и учиться в вузе он не сможет и работать выполнять какие-либо сложные действия которые будут интересны которые будут приносить хороший доход опыт он не сможет и он будет в замкнутой петле хорошую работу ему не получить тоже не самостоятельный вуз ему не закончить от этого работу не получить даже если он все это получил то опыт он не может получить потому что для этого нужно что-то делать серьезное а ему это не доверит топ-3 факторов успеха вашего ребенка первое это любовь к обучению если не будет учиться не будет ничего 2 это умение учиться потому что если не получится он не будет это любить и он даже не сможет в этом реализоваться и третье это самостоятельность не умея что-либо делать самостоятельно например домашнее задание он не сможет обучаться ни в вузе не в дальнейшем да и работать кто его возьмет расскажу свой пример моя мама была очень озабочена тем чтобы я учился это были 90 и она постоянно работала а я не учился первые девять лет практически совсем в начальной школе меня просили после 4 класса уйти в другую школу потому школа была немецкая а в немецкого не знал ничего я перешел в другую школу и там учился в основном не были тройки даже по завершению девятого класса когда уже поступил в специальный класс где я старался учиться только по двум предметам у меня были пятерки по тем предметам которые я любил по одному была четверка по всем остальным были тройки заставляла ли мама меня учиться она пыталась но у нее это не получалось потому что она работала на 2-3 работах постоянно и просто я не каждый день видел не каждый день у нее хватало сил времени и внимания для того чтобы заставить меня учиться и именно это я считаю был одним из ключевых факторов того что я дальше начал учиться потому что мне не было отвращения к учебе да в школе там что-то говорили что умру в канаве надо учиться плохой ребенок и прочее но на меня это не так сильно действовал потому что это все-таки не мама и папа которые меня родили которые меня воспитали чье мнение все-таки важно и чье неодобрение ребенка воспринимается очень и очень болезненно именно поэтому когда я понял уже в девятом классе что мне нужно учиться я перешел в частную школу бесплатно меня туда взяли я начал сам учиться именно потому что у меня не было негатива к учебе итогу не заставляйте ребенка учиться обеспечьте ему шанс на будущее но многие скажут если я не заставлю учиться он вообще не будет учиться и это так поэтому если вы хотите научиться ребенка мотивировать хотите дать им возможность учиться чтобы он включился в этот процесс чтобы ему нравилось чтобы он то любил добро пожаловать на наши вебинары смотрите наши видео на канале подписывайтесь регистрация на обучающий вебинар прямо под этим видео до встречи на обучении